Территория природоохранного и историко-культурного значения. Детские лагеря, парки, скверы, аллеи, частные земли, если собственник не дал разрешения. И в целом территории, не предназначенные для собрания граждан. Я перечислила те места, где теперь в Башкирии нельзя будет проводить шествия, митинги и демонстрации. А вот критерии, по которым они будут определяться, установит правительство. Под занавес весенней сессии депутаты госсобрания решили рассмотреть поправки в закон о местах проведения публичных мероприятий. Смотрите, по сути дела, здесь как будто бы нельзя, потому что здесь пешеходы ходят. На дороге нельзя, ближе к Урулта нельзя, потому что это будет меньше 100 метров. По сути дела, уже сейчас нигде нельзя стоять. Получается, законы еще жестче, чем общероссийский закон о митингах. Да, я считаю, что это нарушает статью 31 Конституции Российской Федерации, где прямо написано, что жители имеют право на собрания, митинги, пикетирование. Правозащитник Альберт Трахматуллин вышел на одиночный пикет перед зданием госсобрания против принятия поправок. Он считает, нужно не ужесточать закон, а наоборот, дать послабление. Письма со своими предложениями он уже направил госсобранию в Рио главы республики. Мало площадок по Уфе, это всего 4 площадки, 2 из них на окраине города, а в центре, которая на дворце спорта, она постоянно занята ярмарками. Во-вторых, советские и кировские районы вообще не имеют своих площадок. Сейчас местным администрациям правительства республики, которые согласовывают публичные мероприятия, им станет гораздо проще отказывать, потому что фактически любое мероприятие можно сейчас подвести под эти под все ограничения. Разработчик поправок в республиканский закон о публичных мероприятиях – Комитет по местному самоуправлению и развитию институтов гражданского общества. Руководитель комитета Сергей Афонин объяснил необходимость поправок следующим образом. С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны здоровья, общественного порядка и безопасности граждан. «Единая Россия» поддержала законопроект. Фракция КПРФ поддержала в первом чтении, но предложила перенести его принятие на осеннюю сессию. ЛДПР и «Справедливая Россия» выступили против. Прошу голосовать. Голосовали два раза. За 73 депутата и 101 присутствующего. Во второй раз против выступили уже 25 человек. «Решение принято. Следующий вопрос». Законопроект, который касается конституционных прав граждан Республики Башкортостан, принимается в таких условиях – секретности, торопливости, с нарушением регламента. Там вносится, что нельзя проводить публичные мероприятия на природоохранных территориях. Получается, что введение этой нормы против природоохранных – это фактически получается, что любые защитники шаханов, когда они будут собираться у шаханов, будут трактоваться как несанкционированный миндик и будут просто тупо винтить. По крайней мере, этот законопроект не прошел гладко. Понятно, что у нас в парламенте абсолютное большинство представителей партии «Единая Россия», которые, в принципе, и реализовывали этот законопроект. Непонятно была сама процедура, каким образом этот законопроект вообще попал в госсобрание. Я думаю, найду здесь союзников. Мы будем обжаловать решение по данному закону Республики Башкортостан в конституционном суде. Я думаю, обязательно победим, потому что фактически данные поправки к закону о местах проведения публичных мероприятий запрещают такие формы проведения мероприятий, как демонстрации и шествия. Отмечу, что пикетирование не попало в список ограничений, сохраняются специально отведенные места. А по федеральному законодательству сейчас митинги, шествия и демонстрации нельзя проводить на следующих территориях. Организация образования, здравоохранения, социального обслуживания, территориях, прилегающих к зданиям органов власти на расстоянии до 50 метров, на придомовых территориях многоквартирных домов, парковках, аэропортов, вокзалах, детских и спортивных площадках. В общем, список немаленький. Алина Гребешкова, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ.